Нашу твердую пшеницу очень активно покупают коллеги из-за рубежа, в том числе из стран, которые славятся традициями производства макаронных изделий. Поэтому, что касается качества, мы совершенно точно коллегой являемся на сегодняшний день одним из лидеров в мире. Действительно, мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить перспективы развития производства твердой пшеницы в Российской Федерации, потому, как видим, что у этой культуры есть очень большие перспективы, в том числе и с точки зрения экспортного потенциала. Надо сказать, что в прошлом году у нас скупаловый сбор твердой пшеницы составил порядка 945 тысяч тонн. И с учетом того, что к твердой пшенице все-таки у нас достаточно серьезное внимание, в том числе и со стороны экспортеров, переработчиков, было принято решение о том, что мы ее отдельно выделяем в структуре государственной статистики. Сегодня у нас по твердой пшенице есть отдельный раздел, то есть мы ее выделяем и ведем статистическое наблюдение. В этом году мы имеем не менее амбициозные планы. По большому счету, мы практически удваиваем площади под твердой пшеницей, понимаем, что, конечно, во многом здесь определяющий фактор, в том числе, оказывают и погодные условия. Тем не менее, наши планы на этот год достаточно амбициозны. Мы планируем, что в целом под твердой пшеницей будет у нас введено порядка 1 миллиона 400 тысяч гектар. И мы рассчитываем на такое серьезное увеличение объемов производства. В прошлом году я допомню, что у нас под твердой пшеницей было порядка 430 и 450 тысяч гектар. То есть практически больше, чем в два раза, почти втрое, мы увеличиваем посевные площади под этой культурой. Ну а в целом, если говорить о перспективах, мы видим, что минимальной планкой в ближайших лет у нас должно стать уровень 2 миллиона тонн твердой пшеницы. Это совершенно точно тот объем, который спокойно сможем мы потребить и на внутреннем рынке, и обеспечить наши внешние заказы, потому как видим достаточно большой интерес со стороны трейдеров и экспортеров. Надо сказать, что в этом году у нас, кстати, вводился запрет на экспорт твердой пшеницы, ровно потому, что темпы и интерес к приобретению нашей отечественной твердой пшеницы был достаточно велик. Ну и для того, чтобы сбалансировать внутреннее потребление, рынок и цену, мы принимали это решение, которое на сегодняшний день уже прекратило свое действие, и сегодня причины по экспорту твердой пшеницы у нас тоже нет. Роман Ильич, у нас сегодня будет выступать в роли модератора, поэтому предлагаю поступить к работе и уже пойти по повестке. Уважаемые коллеги, мы в любом случае должны с вами понимать, что производство твердой пшеницы, как и любой другой сверху скультуры, прежде всего ориентировано на то, чтобы россияне имели возможность покупать продукты высочайшего качества по достойным ценам, по приемлемым ценам, не разгонять инфляцию тем самым. И поэтому первые два выступающих у нас представляют сферу переработки. Мы понимаем, что обеспечение внутреннего спроса, еще раз подчеркну, это задача номер один для наших всех гостоваропроизводителей, поэтому какой будет этот внутренний спрос, что ожидают переработчики от Агрария, давайте вот с этого начнем наш с вами диалог, наше с вами общение. Слово предоставляется Немировскому Сергею Леонидовичу, исполнительному директору Национальной ассоциации производителей макаронных изделий, тема выступления «Текущее состояние и перспективы развития производства макаронных изделий в бедной пшенице». Пожалуйста. Итак, поговорим сегодня о текущем состоянии рынка макаронных изделий России и его динамики с времен СССР до наших дней, ну и немножко о торгозе его развития. «Текущее состояние рынка макаронных изделий России». Вот вы знаете, честно, я имею в виду вказу из романа «12 соли» Фри Фри Петрова, о том, что статистика знает все. Но, к сожалению, если говорить о рынке макаронных изделий России, статистика знает до обидного мало. Вот перед вами обложка сборников промышленных производств России, самого свежего, от 2023 года. Вот из этого сборника шестая таблица «Промышленное производство 6.18» производства макаронных изделий появленных. Вот здесь данные появлены с 2017 по 2022 год. Вот что мы видим. Общий объем изделий макаронные, энергичные изделия в 2022 год, например, полтора миллиона тонн, 570 тысяч тонн. Как же они подразделяются? Они подразделяются на макароны, век, вишель, лапша, ну и так далее, дать читать не буду, и изделия макаронные и прочее. То есть в данных хорстатах со времен СССР не приводится разделение макаронных изделий по видам использованного сырья. Они не разделяются на традиционные макаронные изделия для варки и вкусного приготовления, а вот в последнюю, нижнюю строчку, в категорию изделия макаронные и прочее, входит по фабрикатам макаронного теста, пельмени, вареники и другие подобные изделия с начинкой или без нее. Чего это ведет? Отсутствие правильно сегментированной информации, статистической, загружает оценку, прогнозы и инвестиционное планирование как непосредственно в рамках нашей макаронной области, так и в свежих отраслей. Вот мы потратили вместе с диапатамины пищевой промышленностью целый год для того, чтобы изменить классификатор в части именно макаронных изделий. Вот перед вами то, как этот классификатор выглядит начиная с марта месяца этого года. Официальный российский классификатор группа ПТ-2. Вот согласно всем этим изменениям, которых подобились, макаронные изделия делятся прежде всего на три группы. Группа А, группа П, группа П. Это макаронные изделия из пшеничной муки, но группа А это из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий. Группа В из муки из мягкой пшеницы, но для макаронных изделий. А группа В это из муки из мягкой пшеницы, но хлеба и пеканы или в общем назначении. В свою очередь, в каждой группе макаронные изделия предразделяются на макаронные изделия без дополнительных сырья, с дополнительным сырьем и прочее. Куда, скажем, могут попадать цельнозерновые и пламбины, если мы говорим о твердой пшенице с овощными добавками, зародышек, ну и так далее. Отдельно влияют в макаронные изделия культивого приготовления, это совершенно самостоятельная группа в том классификации, и макароны безглютеновые. Вот именно по этой классификации в первый раз в 2025 году мы получим данные Росстата за 2024 год. То есть не было возможности изменить формы запутчета, так чтобы каждый месяц в этом году мы получали данные, но за весь 2024 год, весь объем производства будет разделен макаронным изделиям именно согласно этому классификатору. Итак, если мы говорим про макаронные изделия, что вообще они из себя представляют? Потребляют и более 98% населения страны. Они ходят в потребительскую культурную наряду с такими базовыми социальными продуктами, как хлеб и крупные. Каждая семья в России съедает сверху 4 пачки различных макаронных изделий в месяц. Это вкус, польза для здоровья, красота приготовления, доступная цена. Они имеют широкий сфер применения от первых и вторых приемов до салатов и даже десертов. А благодаря длительному сроку хранения они вносят свой вклад в продовольственную безопасность страны. Итак, вот мы, как эксперты, мы знаем, какой объем потребления макаронных изделий в России за последние годы. Это 1 миллион 80 тысяч тонн. Как этот миллион 80 тысяч тонн разделяется? Из них 450 тысяч тонн это макаронные изделия группы А, то есть произведенные из муки из твердой шницы. Еще 450 тысяч тонн это макаронные изделия группы В плюс В, но справедливости надо сказать, что в России макаронные изделия группы В, то есть из мягкой пшеницы, но для макаронных изделий, да, мука из мягкой пшеницы, для макаронных изделий, специального роста, практически не производится. То есть если мы говорим про мягкую пшеницу, то это, как правило, группа В, то есть мука хлеба, пекарная или в общем назначении. И еще 180 тысяч тонн это макаронные изделия быстрого приготовления. Каковы же современные тенденции на рынке макаронных изделий России? Доля макаронных изделий группы А, то есть из твердых сортов пшеницы, выросла с 30 до 50% в сегменте стандартных макарон для марки. Группа А сравняется в объемах с группой В плюс В, включая макаронные изделия быстрого приготовления к 2025 году. Это видно вот на этих диаграммах. Объем рынка 2024-2023 года в тоннах и прогноз к 2025 году. То есть объем, мы предполагаем, вряд ли он увеличится, это будут те же 1.8 млн тонн, но распорядятся они вот так, то есть укройно пополам. Группа А и группа В плюс В. Но в деньгах группа А будет занимать большую долю, 60% против 40% макаронных изделий группы В плюс В. В первую очередь благодаря цене, цене на сырье, ну и, да, естественно, перетекает в цену на готовые изделия. Если говорить о сценариях развития на рынке макаронных изделий, то мы видим, что рынок макаронных изделий, среди лицевых приготовлений, он снижался в такой период, да, со 20-130 тысяч тонн, а в 10-20-х годах потом начал восстанавливаться, изменилась технология, появилось большое разнообразие различных вкусов. Если говорить о макаронных изделий с дополнительными свойствами, из цены зерновой муки, вольцы злаковые, безглютеновые, с овощными добавками, то вот эта часть рынка сойдется практически нишевой, приблизительно 2-3% от всего объема потребления, ну и, соответственно, производства. На рынке активно развиваются частные марки, которые составляют порядка 20-30% от всего рынка. Каковы сценарии видим мы, как эксперты? Ну, пессимистичный, куда же от него деться, стабильный, без изменений, то есть будет все так, как есть сейчас. Реалистичный, то есть, наверное, все-таки возможный рост, но небольшой, на 1-2% в год в ближайшие 10 лет. Ну, если все будет так, как мы хотим, да, и у нас будет расти объем производства твердой пшеницы, будет достаточно сырья, появятся и средства, и возможности, да, часть будем продавать на экспорт, то рост возможен на 3-5% в год в ближайшие 15 лет. А если говорить про производственные мощности на рынке макаронных изделий в России, то, ну, к сожалению, как бы та ситуация неоднозначная. То есть они в целом выше потребности рынка, но существенно их часть введена достаточно давно и уже не отвечает современным требованиям по качеству и безопасности продуктов, по актуализации процесса, при уровне издержек. То есть если говорить о современном оборудовании, то до его, в общем, объеме оборудования, да, порядка 40%, но и загрузка очень высокая, порядка 70-90%, что, в общем-то, тяжело, конечно, для любого оборудования, это слишком высокая загрузка. А оборудование с высоким, но еще пока допустимым уровнем взноса, составляет порядка 37%, ну и загрузка у него низкая, около 50%. Но есть и вот такой оборудователь, да, как справа, доля которого 30% – это требующие объема этой замены, и загрузка у него тоже невысокая, порядка 30%. То есть ситуация, скажем, ну, не радужная, да, не самая лучшая. У нас, Дмитрий Ильинин, небольшой приз, я все, что хотел сказать, вам рассказал, я буду ответить на любые вопросы, когда, пожалуйста, можно появляться. Коллеги, я очень рад вас приветствовать на Ставропольской земле. Большое спасибо Минцехпозу за организацию, на мой взгляд, очень важной встречи. Моя тема будет сегодня посвящена во многом мировому рынку твердой пшеницы, также российскому рынку твердой пшеницы. За основу моей презентации взят последний отчет IGC, International Brain Council, который детально мониторит рынок твердой пшеницы в мире. И, соответственно, как видится рынок твердой пшеницы на сегодняшний момент? В первую очередь, начальные переходящие остатки этого сезона, 24-25, достаточно низкие. Одни из самых низких за последние 10 лет. Они будут меньше примерно на 35%. Но, тем не менее, есть и для мирового рынка позитивная информация, производство должно увеличиться примерно на 11,5%. Но переходящие остатки по-прежнему будут незначительными и всего лишь на 2% больше, чем в прошлом сезоне, который был самым низким за последние 10 лет. Что касается основных стран-производителей, это страны, в первую очередь, Северной Америки. Канада существенно увеличит производство по сравнению с прошлым сезоном, США прибавит. И очень важно говорить про страны Северной Африки, которые в текущих условиях, я позже буду об этом говорить, то, что Италия была импортной, бошлиной, Турция закрылась до 15 октября. Соответственно, для нас страны Африки, как потенциальный покупатель российской пшеницы, имеет твердой пшеницы, имеет важное стратегическое значение. В этих странах идет прибавка производства, но у них очень низкие тоже переходящие остатки, поэтому вот эта прибавка, она немножко нивелирует ту не очень благоприятную для этих стран картинку, которая на сегодняшний день складывается. Три основных игрока рынка, да, на сегодняшний день мировых, это, безусловно, Туркетский союз в лице Италии. Италия покупает 80% от всего объема, закупаемого в ЕС. В Италии третий год подряд идет снижение производства, относительно, в том числе, пятилетних средних значений. Канада восстанавливает производство, относительно, особенно прошлого сезона, будет производить больше, чем в среднем за последние пять лет. И Турция четвертый сезон подряд активно наращивает производство твердой пшеницы и врывается в очередной раз на мировой рынок твердой пшеницы с большими экспортными объемами. Как я сказал, переходящие остатки, одни из самых низких за последние 10 лет, вот, собственно говоря, пунктирная линия, это хорошо показано. Она покажет пятилетнее значение, но если присмотреться, то последние 10 сезонов, относительно последних 10 сезонов, один из самых небольших. То есть, к чему я все говорю, рынок, он пока еще не восстановлен, он не сбалансирован, и любые погодные изменения, которые могут возникнуть на этом рынке, любые изменения производства, да, в негативную сторону, они могут существенно негативно повлиять на этот рынок, в плане цели. Что касается мировой торговли, мирового импорта, то Европа немножко снизит закупки, по прогнозу, относительно прошлого сезона, ну, будет плюс-минус стабильная. Ну, а Северная Африка, как я и говорил, в силу низких переходящих остатков, будет увеличивать закупки твердой пшеницы. Для нас это тоже позитивный сигнал, с точки зрения отгрузок на это. Что касается цен, цены сейчас достаточно спокойные. В 2021 году был сильный всплеск, он был и в России, и был мировой всплеск цен, было связано с тем, что были неблагоприятные погодные условия. Канаба очень плохой урожай произвела, в Европе был не очень хороший урожай, поэтому цены сильно ушли вверх, потом они в течение нескольких сезонов снизились, и сейчас в достаточно таком спокойном состоянии находится. В Италии, ну, в Европе они немножко, что вот сейчас на графике видно, подросли. Это связано с тем, что на юге Италии была низкая урожайность, и, соответственно, ценник падал. Но сейчас он стабилизировался, и даже есть факторы, которые способствуют его снижению. В Северной Америке, второй график снизу, цены тоже достаточно спокойные. Вчера читал, что в Канале одна из самых низких цен на уровне 2021 года, как раз до вот этого следствия. Какие можно сделать на сегодняшний выводы, которые влияют на нас и на мировой рынок? В первую очередь, это пошлина, которую Европейский Союз ввел с 1 июля, она составляет 148 евро за тонну, ну, что политическое такое решение они ввели, и что, собственно говоря, останавливает экспорт в страны Европейского Союза. В сезоне 2023-2024 Россия экспортировала по данным Евростата порядка, если не ошибаюсь, 160 тысяч тонн, что является достаточно большим объемом и, наверное, исторически высоким. Далее, запрет на импорт пшеницы в Турции до 15 октября, и для нас важно понимать, будет этот запрет продлен или нет. Потому что такое, на мой взгляд, политическое решение. Если будет разрешен ввоз в Турцию, соответственно, мы можем там делать реэкспорт, как вариант через Турцию, в Европейский Союз дальше. Поэтому будем за этим фактором тоже следить. Повторяюсь, мировые переходящие остатки находятся на низком уровне, поэтому балансом скупки. И если что-то, грубо говоря, в Северной Америке случится, то цель не может уйти снова сильно вверх. Урожай в Италии средний по количеству и по качеству. По качеству разного на слухи поступают. Есть информация, что с качеством у них все очень неплохо. Поэтому в Италии будет востребовано зерно как раз среднего и низкого качества для того, чтобы уничтожить по моему партию. В Канаде, как на здесь, в США прогнозируется достаточно хороший урожай. Мы будем наблюдать, поскольку у них посевная кампания закончилась совсем недавно, примерно в те же сроки, как и у нас. Поэтому все еще может много раз поменяться. Турция. Турция, как я говорил, уже становится одним из лидеров экспорта зерна отвертой пшеницы с потенциалом. Здесь, на мой взгляд, я минимальную цифру в 1,2 миллиона указал. Есть мнение, в том числе и моих коллег, которые считают, что потенциал экспорта будет 1,6 миллиона. Даже до 2 миллиона тонн они могут отгрузить. Но Турция тоже является специфичным игроком на зерновом рынке. Для них Туром это не традиционная культура пока еще в плане экспорта. Поэтому общался с итальянскими коллегами. Они достаточно на здоровье смотрят на Турцию в ожидании каких-то своих призов, в том числе с их стороны. Северная Африка для нас является важным... Северная Африка. В первую очередь, Турция, Тунис и Алжир для нас являются двумя важными стратегическими, на мой взгляд, партнерами. Марокко мы не берем в расчет. То есть, в Северной Африке три ключевых покупателя. Это Марокко, Алжир и Тунис. Марокко покупает очень высококачественное зерно. Как правило, основным покупателем Марокко является Канада. Тунис и Алжир закупают зерно более низкого качества. Они потенциально для нас являются основными покупателями зерна твердых щенецов. Что касается мировых цен, то они, скорее всего, будут находиться на текущем уровне до начала зерна в Северной Америке. Северная Америка, а при том, такая мировая цена будет складываться на руки. Несколько слов о нашем видении производства зерна в России. Немножко светлые красные кружочки. Переходящие остатки у нас достаточно низкие. Производство. Здесь уже включали цифры, что у производства может быть до двух миллионов тонн. на сегодняшний день наш консервативный прогноз это 1,3 миллиона тонн. И потенциал экспорта полмиллиона тонн. Наше видение развития рынка твердой пшеницы в России. Мне кажется, правильные шаги уже начали делаться в плане того, что твердую пшеницу в статистике выделили в отдельную строчку. Это большой шаг вперед. В принципе, то, о чем мы в своих пуварных разговорах постоянно дискутируем, о том, чтобы твердую пшеницу не воспринимали как мягкую. У твердой пшеницы есть старшая сестра, я ее так называю, в тени которой находится твердая пшеница, поэтому очень часто она и в статистике учитывается, и далеко не в порой в общении можно услышать, что люди не совсем понимают отличие твердой от мягкой и так далее. И очень хотелось бы, чтобы твердая не воспринималась как мягкая пшеница, что это самостоятельная культура, такая же зерновая, как рис, овес, ячмень и так далее. На мой взгляд, на наш взгляд, очень важно формирование государственной программы развития от мягкой пшеницы. Мы внутри нашей ассоциации тоже в этом направлении работаем, и вот эта программа, если это возможно, могла бы быть частью программы продовольственной безопасности, которая на сегодняшний день у нас формировалась. Была создана такая секция с лишним лет назад при Национальном Союзе, и эта секция объединила многих людей. Большая часть людей сидят здесь, это селекционеры в нескольких институтах, Людмилы Андреевны, Алексея Сергеевича, Митонской институт, многие здесь сидят, которые были разрознены, которые, собственно говоря, работали по разным стандартам. То есть государственные стандарты, они как-то не стимулировали создавать что-то такое единое, более современное, по-то оборудованию, о котором сказал Сергей Леонидович, современное. И это наши ахилецовая плита. Но вначале я просто хочу сказать. Вот эту табличку мы разработали, и она прижилась. Она принята Минсельхозом, за что ее очень признательно. Министерство сельского хозяйства именно Роман Владимировичу, Андрею Викторовичу уже два раза модерировал наши селевые конференции. И в принципе эта таблица, но не то, что там наша путемодная звезда, ну это в принципе та модель, которая вот подтверждает то, о чем сказал Андрей Викторович. Мы уже спокойно вышли на полное импорт, замещение твердой пшеницы для внутренней обработки последние два года. И с Казахстана не завозится твердом. Хотелось бы, может быть, там удобнее, привычнее было, качество где-то, может быть, лучше было. Но по разным причинам нет необходимости завозить. И мы вышли впервые в этом году еще летче риска, да? Она будет. Но мы примерно по крупным министр сельского хозяйства Оренбургской, по Челябинску, по таким крупнейшим блокам, мы уже примерно знаем, что площадь составляет больше миллиона точек. То есть, можно всех поздравить, что площадь вышла за миллион. При самом невысоком урожае, по-моему, в этом году скорее не будет урожай высоким, потому что год весоркостный и, в принципе, очень поздний посев в основных регионах утянет это все сентябрь, со своими проблемами. Поэтому, если не брать высокий урожай, то, в любом случае, полтора миллиона произведем. При 850 потребностей внутренней переработки лучшего зерна, чтобы вы имели право первое отобрать. 130 тысяч тонн семена и, таким образом, арифметика очень простая. Минимум 500 тысяч в этом году составляет экспортный потенциал. Это минимум. Если будет погода получше, значит, все будет хорошо. Вот в этом вопросе давайте и будем говорить. Что касается некоторых слайдов, я пропущу, потому что из-за стикеров время сокращено. Вот такая цена. Михаил Юрьевич показал мировую цену, наша цена копировала, но она была, имела острые углы, гораздо выше иногда, чем мировой. Поэтому, это ценообразование, оно не может стабильно влиять на все процессы, на селекционирование, на семеноводы, и уфт-пиговый сезон. Семен не хватает. Когда цена невысокая на следующий год, то семеноводы вынуждены заготовленную элиту сдавать в товар на сей. Это крайне неположительная такая тенденция. И вот желательно, чтобы это ценообразование было справедливым, и мне кажется, что оно должно быть, примерно 30% от мягкой пшеницы может покрыть все эти проблемы, от текущей цены на мягкие проблемы. Барьеры это и цена, это урожайность, и самое главное, время окончается, я хотел сказать, о качестве. Мы это вот сколько раз мы встречались, кто модерировал наши совещания, здесь все понятно, презентации, я думаю, будут выставлены. Мы популяризируем сейчас эту культуру и начинаем твердо семейцы и заканчиваем макаронами. Но я хотел бы сказать, что в этом случае нужно государству обратить внимание на сам рынок твердой пшеницы и макаронных изделий через стандарты, через усилия, через битие и поощрение. Но то мы приемлемо, потому что категория А и Б, если она честно указывается на упаковке, это очень здорово. Но чаще мы видим А, понимаете, а деньги тоже как за А, а там на самом деле не всегда. И вот сегодня макаронная ассоциация они приняли, добились уже на макароны вот с этого года, с 1 августа, да, Сергей Леонидович, будет допуск не 12% примеси мягкой в макаронах, а 5%, а 5%, а 3%, а макаронная фабрика обыска для того, чтобы выйти на свой перспективный китайский рынок 1%, 1%, а как это сделать без такого сорта обновления? Я хочу сказать, что на мягкой пшенице сорта обновления элиты применяется, особенно аназимы, минимум 50%, вы все прекрасно знаете, потому и потери выражают невысокие, и колебания по годам невысокие, потому что это элита, а твердой пшеницы всего, задумайтесь, 5% максимум сорта обновления, 5% используются элиты, и вот здесь происходит загрязнение, засорение и все прочее, и вот в этом ключе я хотел, как представитель семеновода, обратить внимание, что это педа по нам ударит, потому что это неприемлемо, невнутреннее переработчик, не будут принимать такое зерно, засоренное, с черным зародышем, без привиси зерна других культур, в том числе мягкое, в первую очередь, и тем более Михаил сказал об эспорте, там закрыли, мы были в Италии, с ученым, месяц назад, там хотят взять низкопрованную нашу пшеницу, чтобы разбавить высокопрованную китайскую, канадскую, но закрыли, 148 евро пошлина, она непреодолима, турки тоже повернулись, пока до 15, но можно быть уверенным, что это будет выглянуть, а потому у нас остается не так много рынков, на Марокко, на первый класс, а у нас первого класса и второго нет вообще, поэтому, Роман Владимирович, Андрей Викторович, я очень завершаю выступление, очень призываю поручить нам вот этому сообществу, подготовить предложения по государственной программе, в том числе по временной, может быть, поддержке, семеноводства или каких-то других вопросов, по временной, когда она выйдет на свою хорошую уровень, пусть самодостаточным будет, понимаете, это очень такой важный вопрос, потому что эта культура для нас может стать второй поэкс, пусть несопоставимо по объему, но очень важно. я хотел бы, не повторяя буквально, сказать несколько таких моментов, Оренбуржи, это 10 миллионов северных в год, 6 миллионов в башне, в этом году по земной площади 4,4 миллиона гектара, мы где-то в тройке, по стороне площади большие, если говорить, по сервису, я спросил, сколько табличек интересные, мы делимся информацией, собираемся, раз в год как минимум, в этом году вот 4 СХ мы уже готовим, будем сдавать, но по предварительным данным площадь твердой пшеницы в этом году осталось 425,7 тысяч гектаров, и очень здорово, что сегодня и государство, и сельхоз, в первую очередь, требует того, что мы помним время, когда твердое не подразделялось в размере, в разделе яровая пшеница, это очень правильно считать. Если говорить по классам, я еще вот такие данные взял, по твердой пшенице, сегодня говорили о том, что у нас нет первого, того класса, взял данные за три года по аренду, по валому сбору, во-первых, у нас удачно был 22-й год, мы собрали 664 тысячи, с половиной тонн твердый, а по классам, если брать, то вот за эти три года третьего класса где-то 38%, 4-й 32,7%, 5-го класса 29,3%. Если брать по площади Сева твердые пшеницы, то на уровне, если брать до 2020 года, это было порядка 262, вот так, собрать 17-й и дальше за пятерку, 262, 264, 265, 278, то вот эти последние годы, я говорю о программе, начиная с 21-го года, когда появился интерес и интересы, в том числе и в экспорте, то в 21-м году это было 306 тысяч, в 22-м 307 тысяч гектаров, в 23-м году 372, в этом году я уже цифру называл. Значит, поэтому сложным был у нас очень в прошлый год, у нас часть зерна, в том числе и твердый, к сожалению, у нас в засухшую море Бужи, где выпадает всего 25 миллионов насадка, залило, и часть зерна просло в полосе, поэтому часть, к сожалению, не убрали, но мы, в прошлом году сделали областной мероподдержки, тем хозяйствам, которые пострадали, в Востоке области, 11-ти, выделили 100 миллионов рублей, и 10-ти процентов компенсируют приобретение семян, вот это помогло в том числе и в этом году Востоке области не снизить посевные площади. И хотелось бы еще сказать по сортам, сегодня правильно ученые или не ученые, коллеги наши говорили, конечно, но это зависит от сорта, сегодня ассортимент твердых шиниц у нас представлен 23-мя сортами, это наибольшая площадь занимает следующие 7 сортов, вот Безычубская золотистая, Безычубская 205-я, Безычубская сепная, Безычубская Нила, Оренбургская 10-я, Марина, Луч и регулирует сорта трех научно-исследовательских институтов, за что мы благодарны, Самарский федеральный исследовательский центр, Оренбургский НИИС и коллеги наши Юго-Востока с радостью нашим коллегам сегодня каждый выбирает все, что лучше. Я хотел бы сказать очень большое спасибо коллегам о них присутствии всегда на днях в поле и будем продолжать эту совместную работу. Если говорить о работе нашего биологического центра, первой твердый обладающий высоким качеством зерна и устойчивую урожайность, потому что у нас одно дело я говорил засуху, второе Оренбурж это две трети солнечных дней в году и с одной стороны снижает урожай, с другой стороны дает качество зерна. И если зима это минус 35, минус 38 температура, мы сейчас к вам приехали с температуры позавчера у нас было 38 градусов Оренбурга, не так где-то с примера людей. Представьте, есть 38 атмосферная температура на почве и соответственно это еще выше. Поэтому, но в том числе еще раз хочу сказать, что это дает качество зерна. Большую роль конечно имеет североборот. У нас я в теплощине называл, просто как огромном скажу, у нас паров 1,1 миллиона гектар, а зима где-то сеем 850, хотя хотел выходить побольше, потому что зон заслушали земледелие. Восток области это Целина, которая в этом году 70 лет отмечает, там у нас а зима и культуры не растут, поэтому основная часть твердых идет там по парам, поэтому из того количества 425 тысяч гектаров, которое назвал где-то порядка 70% по парам, это наилучшие результаты по урожайности и по качеству зерна. Вот и остальное идет уже дальше вторым, вторым, третьим поле силы оборота. А зимой невозможно без удобрений, мы сделали уже 4-й год поддержку, поддержал губернатор, и мы выделяем компенсацию на приобретение удобрений, всех, кто занимается выращиванием культуру, в том числе твердых и мягких сельных пшениц, мы компенсируем до 50% приобретение цены на удобрения, на это выделяется порядка 260-277 миллионов рублей. И далеко мы находимся по килограммам на гектар в том числе действующем веществе, но я хотел бы сказать, можно там по динамике удобрения еще слайд 9, то по удобрения мы здесь все-таки двинулись и с 34 тысяч тонн мы дошли до 27 тысяч тонн, поэтому вот эта поддержка в любом случае действует, конечно. И еще один момент, вот что хотелось бы не повторять сказать, конечно дорогим является стоимость зерна, понятно, но стоимость элитных семян, и они в среднем если она составляла буквально несколько лет назад 30 тысяч тонн, 30 или нет тысяч рублей за тонну, то сегодня она составляет даже 30 тысяч за тонну, поэтому конечно это дороговато и мы думаем таким образом это решается. Раньше, учитывая, что необходимы пары для выращивания твердой, компенсируют, когда была несвязанная поддержка мы ставили коэффициент 2 для хозяйства занимается твердой. К сожалению, структура поддержка меняется и здесь видим, что есть проблемы. Отдельно спасибо медицинкозу, я помню, когда для нашего Регожи поддержка на субсидии на семеноводство была порядка 98-100 миллионов рублей, в этом году порядка 200 миллионов, плюс мы своих 100 добавили и сработали. Получилось как два в одно. Да, не для всех 42 муниципальных оборудований. Один, из которых пострадали, это была серьезная поддержка, поэтому Сергей Владимирович я из поддержу. все-таки семенами нужно заниматься и те ребята, особенно фермерские хозяйства, которые экономят на этом, конечно, скупой, здесь платят товары. Что касается переработки, я скоро завершу уже выступление. Переработка у нас идет в городе Орск, где переработка идет твердой пшеницы. Хозяем является питерская компания и производства макарон и в Ребурге, но мы перерабатываем всего лишь 25% того, что производим. Поэтому много зерна идет на Челябинск, очень много шло на Италию. Кстати, в том году у нас проросшее зерно часть было до 50% через Латвую Регу убрали непосредственно я понимал, что это конечная была у них Италия, потом они доиграли до того, что с 1 января сами этими санкциями себе это из-за руки и спрашивали слушайте, как получилось неплохо. Поэтому в том году были определенные проблемы с реализацией. Я думаю, меня коллеги поддерживают, те, кто занимается производством. Конечно, для нас была бы серьезная поддержка на то, чтобы мы выходили на наши рынки и все эти средства получали уже непосредственно в том году, когда выращивали, потому что деньги нужны для подготовки следующего урожая. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я перенесу вас из возраста засушливого климата в райский климат государства Украины и вообще юга России. Тема его доклада звучит, как уже было представлено, можно презентацию? Ну, пока презентация загружается, на сегодняшний день в Российской Федерации азимая твердая пшеница набирает очень большие обороты. Сейчас в Сарабульском крае в прошлом году выращивалась площадь азимой твердая пшеница 45 тысяч гектаров, в Ростовской области около 20 тысяч гектаров, даже в Ростовском крае до 5 тысяч гектаров выращивается азимая твердая пшеница. Азимая твердая пшеница задачи главные, которые были, это достаточно молодая культура, первые сорта вошли в 63-м годы прошлого века, и мы постоянно, задача была какая, создать азимую твердую пшеницу с элементами качества яровой твердой пшеницы, но с урожайностью азимой мягкой пшеницы. До вхождения в госреестр сорта 91 и других сортов азимой мягкой пшеницы на территории юга России яровая твердая пшеница занимала очень большие площади, но с появлением азимой мягкой пшеницы постепенно площади сокращались и сейчас вот в Российской Федерации примерно 120 тысяч в этом году было выяснено азимой твердой пшеницей. В настоящее время общая доля плахотных земель в мире климатически приводных для выращивания неорошаемая хочу заметить твердой пшеницы составляет около 13%. Изменение климата может уменьшить эту территорию на 19% в конце столетия. В ближайшие десятилетия основные мировые регионы будут испытать беспрецедентную засуху на протяжении всего периода. А что в России? А в России наибольший прирост приводных для данной культуры земель оценивается в Российской Федерации. Это непосредственно уже зерноградский район Ростовской области. Климат меняется и азимая твердая пшеница распространяется в геометической прогрессии каждый год примерно в два раза хозяйство, которое занимается данной культурой увеличивает площадь. Здесь показана география. Огромное спасибо компании Барейла и Михаилу Хорошу за предоставленную возможность показать данный график. Вот посмотрите. Республика Башкирия, Алтайская красть, Саратовская область, Омская, Оренбургская это превалирует по основу Яровая твердая пшеница. Но буквально сегодня мне из Башкирии и из Оренбургской области прислали видео, где азимая твердая пшеница уже отцвела и они просто поражены, потому что все-таки Яровая твердая пшеница попадает в условия засуги данных. Климат очень засушлив. Азимая твердая пшеница в свою очередь на весенние влаги позволяет получить достаточно стабильный урожай. Ставропольский, Ростовский область, Казахстанский край это в основном азимая твердая пшеница. Саратовская область, Самарская, Волгоградская область уже сейчас у нас в протяжении трех лет выращивается азимая твердая пшеница и получаются очень неплохие результаты. А здесь что мы представляем? Внесение внесено в госсредство 32 сарта зимой твердая пшеницы, в нашей селекции 11 и приходит испытание белкая защита и передом в этом году сарта зимой твердая. Также мы ведем в селекцию уже 20 лет не работают твердая пшеницы. Мы несколько раз начинали, но сейчас тенденция такая, что наши сарта и твердая пшеницы, которые ранены только по 6 региону, уже выращиваются и в 6, и в 7, и в 8 регионе и получают очень хорошие результаты. При том, что субсидии на элитные семена нет и они все равно выращивают, что творит о большом потенциале как коммерческом, так и производственном. А в цинном направлении нашей селекции это продуктивность, устойчивость, качество зимой твердая макарон и устойчивость к биотическим стрессам. Мы, наверное, единственное в нашей федерации постучреждение, которое сохранило отдел технологии и биохимии, где мы проходим полный цикл качества для как мягкой, так и твердой пшеницы. Здесь я уже говорил, что первый сорта на 65-м году, сейчас у нас 40 в Курпинках, это 2003-й и по настоящее время урожайность у нас 48,2. Это, например, если брать Волгоградскую область, в Сульку-Колныке до 104,8 в Краснодарском крае. И мы регулярно, у нас есть стандарты, то есть мы всегда идем в селекцию на продуктивность со стандартом. Сначала было 51, потом июня, Попеда. Сейчас у нас уроки, видите, что мы приблизились к сортудром, интенсивному, высокорожайному сортудром азимой, мягкой пшеницей. А здесь уже показана линейка наших сортов, вот Кристалл 2, а сейчас у нас уже вот сорт Белла с урожайностью 93,1 центра зерна в зектар. Это наиболее урожайный сорт. В наших опытах по пришественнику БАР мы получили 123 центра зерна в зектар. Производственных условиях получения 80 центров реалистичных, с хорошим показателем качестве. А это сорт Адари. На сегодняшний день это наиболее распространенный сорт в виде Ростовская область, Ставропольский край, Волгоградская область, предшественники и урожайность. Наибольшая урожайность была в прошлом году в Семьянском районе в Сорской области 73,6 абсолютно рекорд в хозяйстве. На одну тонну произошел азимую мягкую пшеницу, но видите, что белочек немножко подкачал, корреляция работает и не только на азимой мягкой. Сорт Сеньора агронирован в 22-м году. Это первый наш сорт, который раненый по пятому, центрально-черноземному, шестому и воському нижнеболжскому региону. Здесь показаны результаты. Найбольшая урожайность была в Хрестнадцатом крае, 62,8, содержание белка фактически 17%. Семьянка Калмития открыли 50 центров, 14,8 урожайность. Самарская и Курская области. Также это удача контакта. Сорт Белла раненым в 24-м году по шестому региону. Также показан это сорт Белла по пришественнику подсолнечника, подсолнечника с макаронами получается. Краснодарский, Ростовская, Калмыкия. Сорт Белла был отмечен конкурсом сортоспитания третьего года возле засушки в 2020 год, когда он превзошел стандартный сорт на 20 центров с 17 гектарами. То есть засухоустойчивый, высококачественный и урожайный сорт в 2014 году. Это два новых сорта, краткостепельные, 200, 203, 205. То есть сорт средний ранний, средний спелл и несредний поздний. С очень хорошими, заметьте, морозоустойчивостью до 80% живых растений при минус 15 на узле отпущения и с хорошим показательным качеством. Как мы работаем на устойчивость? Сосемь, как правило, шлица, главная ее задача была создать сорта морозостойки, но ей нужно создавать не только морозостойкость, но и зимостойкость. Здесь показана республика Калмыкия, север Краснодарского края, где мы испытываем наши сорта на стеллажак, Ставропольский край, Север и Краснодарский край. У нас возникают такие погодные, физические условия, основная наша цель, морозостойкость мы получаем на промораживании в ящиках. Здесь показаны ящики, мы промораживаем на 14, 15 и 16. Здесь они могут меняться в уровне проморозки, так как закалка идет в крае по-разному, поэтому они могут меняться от 14 до 18. Мы промораживаем ежегодно более 3000 номеров озимой, дурной пшеницы и начинаем это делать с контрольного питомника, выявляя морозостойкости и мы выбираем для дальнейшей селекции как низко морозостойки. А это сорт Цель. Это первый наш сорт. Уникальность данного сорта состоит в том, что, посмотрите, с 17 по 21 год Курпинка и сорт у нас Дончанка это стандартная морозостойкость, а это уже сорт Кром. При минус 17 уровень морозостойкости сорта Цель на уровне косимой мягкой пшеницы с повышенной морозостойкостью. До этого у нас сорта были с высокой, со средней и низкой морозостойкостью. Это уже сорт Цель с повышенной морозостойкостью. Здесь показана линейка наших сортов, где вот показано, что сорт Цель равен 2-м морозостойкостью сорту 2-м морозостойкости. А это уже наши цитаты. В 2014 году мы первый раз расширили ареал распространения в Волжском районе Самарской области. В прошлом году была для нашей четвертой пшеницы неадекватной погоды. Это с 7 января до 36 градусов. И главное, что с 7 по 9 мая минус 7 из 23 по 25 именно здесь. Это крупинка, которая была, а это уже крупинка, как нам приехали 2 июля. А теперь посмотрите урожайность наших сортов. Гром, Сеньора и Белла. Крупинка, Гром, Сеньора и Белла. Для большей урожайности это сорт Белла 35,7. И при норме высота 2,5 миллиона не посмотрите показатели качества 15,7, 15,9, 14,3. Данное хозяйство является нашим индустриальным партнером. А здесь качество. До сих пор в Российской Федерации качество определяется вот такими показателями. Это количество сырой, гликодейное число поднение, натура. Но гликодейный индекс и винольта у нас нет и с 2017 года. Благодаря сотрудничеству и работе с Агролигой мы начали работать по созданию сортов с высоким качеством индекса глютена и винольта. У нас для этого была приобретена аппаратура, чтобы оценивать не только зерно одной индексы веками, цвета, сила муки. А здесь уже показаны сорт Сеньора Цель и Белла, по пришественнику занятой пары. Это основные пришественники на юге России. Подсолнечники и занятой пар. Хотя мы не рекомендуем по подсолнечнику, потому что снижение и качество и урожайности, но производственники свет получают не только показатели качества урожайности. прочность макарон наших сортов. Это индекс цвета. Мы браковываем, оставляем вот 24,4. И здесь же показаны индекс лековины. Вот сорт Сеньора и Солот Белла у него более 70, это высокий индекс. Сорт Цель со средним индексом, но мы данный сорт заявляли для покорения северных широт нашей страны, где суть в общей урожайности данных регионов. А это уже цвет. Посмотрите, сорт Сель Сеньора и Белла по прошествнику занятой пары и по прошествнику подсолнечник. Тут мы еще включили кукурузу. Везде проходят с высоким цветом более тостки. Для твердой пшеницы проблема патогенов является основной, особенно по пузырозу колоса. Мы регулярно проводим системы накуляции для выявления устойчивых к различным патогенам и основной патоген это пузыроз колоса. Посмотрите, наши сорта начиная с Лев Куром и его последние 17-е годы Дарит, 22-й Сеньора, Цели Белла устойчивость и самое главное красным цветом средняя устойчивость по пузырозу колоса. На сегодняшний день это, наверное, один из многих сортов, который средний устойчив. И в прошлом году это мы подтвердили. У нас в Левике была эпидемия по пузырозу колоса и сорт Сеньора по предшественникам кукуруза подсолнечный парк получил наибольшую урожайность как устойчивый данному патогену. Сегодняшняя работа и наше будущее это спид-брилинг. Мы с 18-го года очень тесно работаем по данной тематике. Мы раньше использовали получали два урожая у нас сохранился фикторно-типличный комплекс. Это 6 тысяч квадратных метров такого уникального комплекса в России точно нет для селекции Семеного узла. Также мы сейчас внедряем камеры климатические и мы работаем с речью не только с твердой мягкой пшеницей и лопцами, но и в последнее время мы обратили внимание с третиками. Это уже результаты полученные скрещивания линейный материал с третиками, что позволяет получить засунку устойчивости, ссорую устойчивость и активность в целом культуры. Здесь мы показываем, что мы благодаря совместному Сакролиге работаем и вот 300 сортов мировой коллекции на плане передано, 80 сортов наших и смотрите, что получилось. А вот мировая коллекция справа это генетическое разнообразие и наши 80 сортов. Советский Союз работал все-таки на конкуренцию и в большей степени ничем на прибыль. Поэтому мы создавали, наши селекционные центры конкулировали между собой, создавали очень разнообразный генетический материал, так как весь мир занимался получением хорошего продукта, ну, продукта. И поэтому мы были удивлены, что 200 сортов мировой селекции они находятся примерно в одних уровнях из Российской Федерации, которая занимается озимой твердой пшеницей это Эрзаако. Они начинали с 16-го года с 10 гектаров, сейчас у нас 7000 гектаров. Здесь это крупинка Тарик, лучшая 16-20-й год, они сделали вот такую урожайность более 6 тонн. Протеин, гликобина, стекловина, СИДК и натура все соответствуют первому, второму классу. Это еще раз озимая твердой пшеницей. И здесь же на больших площадях у нас они всего отрисканы миллионов схожих семян. Такая есть тенденция, что малозимая твердая пшеница уступает производственных испытаниях озимой мягкой урожайности. Вот 3 800 гектара по дорогу практически, немного выше, по полсолнечнику немного уступает и по паре на 0,5 уступает озимой мягкой пшеницы при ценах а цена в некоторых годах увеличится до 100% при такой же урожайности. А это распространение в 85-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й регион сорта нашей. И главная наша проблема юга России наверное не только это стеклоринность. Поэтому уважаемые коллеги у нас хорошие получаются протеин, гликалина, но если вот убираем во время дождя меньше 605 цена очень сильно падает. В прошлом году низкокачественной по стеклоринности продавали от Ростова по 22 рубля. Мы были довольны, но со стеклоринностью 70 в нашем Кучевском районе продавали уже по 28 рубля. А зимой твердой пшеницы. А здесь как справится данная ситуация? У нас есть озимая мягкая пшеница, где мы мезорайонирование наших сортов и мозаику внедрили. И также можно делать и по озимой твердой пшеницы. Мы начинаем брать Синьёры средней ранней, потом Белла, Адария и Путинка, чтобы увеличить маржинальность данной культуры и убрать сорта с высоким качеством стеклоринности. И культура водостела, сорт убрали, потом перешли и закончили прудинкой. Один день перестое без дождя минус 5% в условиях юга России. Поэтому кто занимается твердой пшеницей знает, что бросаем все и убираем как только возможно. А это уже фирма Борила включила наши сорта зимой твердой пшеницы как высококачественные с высоким индексом блютена и цветом. Держит по 6-м региону. Это лучшая прудинка от зимой твердой пшеницы и сорт ясенка я рываю твердой пшеницы. Ну это коронный слайд вот птицы азимой мягкой пшеницы азимой твердой пшеницы птицы кушают азимую твердую пшеницу и не азимую твердую пшеницу поэтому азимая мягкая пшеница это хлеб азимая твердая пшеница жизнь азимая твердая пшеница это здоровье поэтому уважаемые коллеги Вы умнее птиц, мы должны кушать азимую твердую, яровую твердую пшеницу, иметь, как вы на лянце, 87 лет, мужчина живет 81, год женщины. Еще хотел сказать, что в этом году уже идут заявки на азимую твердую пшеницу в регионы, которые 5 лет назад были недопустимы. Например, Башкирия потребовала элиты, 100 тонн. Я говорю, да, чего, но люди хотят, у людей получается. Закрыли сейчас экспорт. Продают, у нас сейчас в Краснодаре, например, в розничной торговле, группа из азимой твердой пшеницы стоит 850 грамм 90 рублей. То есть хлеб, группы, макароны, если у нас будет качественный продукт, мы всегда найдем его покупать. Огромное спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok